Девушки отдыхают Мы все друг друг открытим ноги. Мы все высадим. Ужасы депортации в работах художника Садых Аджиселимова. Глазами очевидца изобразил те события, которые произошли на его глазах. Дни немецкой культуры в Евпатории. Вот такие фестивали – это возможность встречи, возможность общения. Большая история маленького села. Столетиями уже наши предки жили на этой благодатной земле. Они строили это село практически с нуля. Музыкальные инструменты народов Крыма. Сегодня он занесен в список предметов нематериального искусства, охраняемых ЮНЕСКО. 18 мая – день памяти и скорби жир депортации народов Крыма. Именно в этот день, 75 лет назад, товарные поезда увозили сотни тысяч дочерей и сыновей крымской земли. Далеко от родины, в Среднюю Азию, в Сибирь, на Дальний Восток. Вслед за крымскими татарами 27 июня 1944 года по решению советского руководства были депортированы греки, армяне, болгары и другие народы. Всего переселили более 250 тысяч человек. Возможность вернуться на родину у крымских татар появилась спустя 45 лет – в 1989 году. Однако восстановить свои права полностью они смогли только после воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году президентом Российской Федерации Владимиром Путином был издан указ о мерах реабилитации депортированных народов. У нас обычай такой – гостей принимать кофе. Мы не считаемся, кто пришел, кто зашли с миром. Всех мы угощаем кофе. Спустя 75 лет Инает Османова в девичестве Джапарова со слезами на глазах вспоминает трагические события депортации. В ту страшную ночь ее, как и весь крымско-татарский народ, несправедливо лишили дома и родины. О тех страшных днях она помнит до мельчайших подробностей и рассказывает своим внукам. На 17 мая рано утром маленькая Инает вместе с родными проснулась от стука в дверь. На пороге стоял советский офицер. На сборы было отведено 10 минут. Мама Инает Зубиды Джапарова успела взять лишь одеяло и подушку. За 15 минут что соберешь? Мама одевает нас. А брату, 7,5 года которому, у него температура 40, а с ног. Мама всех пока нас одела, нас выгоняет уже из дома. Привезли нас на ШД в вокзал. Дождик проливной. Кто одел этот тазик на голову? Кто ведро одел? Думает, нас будут расстреливать. Плачет. Такой гул стоял. В то время, пока мужчины сражались на фронтах Великой Отечественной войны, их матерей, жен и детей выслали из родного дома. Инает Серверовна вспоминает, как во время дороги в их вагоне скончались трое людей, но их не смогли похоронить. Оставили на платформе. У нас вши сыпались с головы, как будто они там размножались. Двое суток не останавливали вагон. Двое суток. Мужчины оправлялись кое-как куда-то, а женщины заграждали, у кого есть платок или что-то, или подолом. И женщины оправлялись тоже в вагоне. Люди умирали на платформу, выкидывали, не останавливались. Дети умирали, рожали. Женщины рожали. Это было естественно. Семья Джапаровых по распределению попала в Ташкент. Но чтобы добраться до города, нужно было идти месяц пешком через огромное поле, по которому ползали змеи. Уже трава была желтая. Змей было очень много. Мы были на поле. Змей было больше, чем травы, наверное. Людей предупредили, куда нас привезли. Узбеки там жили. Казахи, киргизы предупредили, что везут таких страшных людей, у которых на лбу один глаз. Чуть ли не людоеды. Они прятались, смотрели в щели, кто мы такие. А когда увидели, что мы такие же люди, как они, они стали относиться более лучше. Нас обзывали крымские предатели. Старшие ребята, которые были 13-15 лет. Они дрались до крови, брали камни и друг друга били, кто обзывал их. Но ни одна учительница и ни один взрослый не говорил, дети, вас это не касается. Вы дети. Никто не защитил. Поэтому у нас в душе осталась эта боль. Сервер Джапаров, отец Инает, так и не смог вернуться на родную землю. Умер на чужбине. Мать Инает Зубиде прошла нелегкий путь выживания. Голод, холод, болезни и смерть близких. Сегодня Инает вспоминает. Они мечтали лишь об одном. Дос это наест со хлеба. Кушать нечего. Спать не на чем. Мы спали на земле. На голой земле. Свои одеждами друг к другу грелись. И так спали. Мы что только не ели. Мы ели и траву. Это аж горло травы. Каждый день приходили нам, давали хину. А хина такая горькая до сих пор у меня во рту. Мама заворачивала ее, луковицу вот эту, есть светлая такая, пленочка. И давала проглотить водой. Говорила, это не горькая коза. Быстро водой запей и все. Нам кушать нечего было. Постепенно жизнь налаживалась. Семья Джапаровых обзавелась собственным домом, огородом. Завели коз. Собранные в лесу ягоды продавали на рынке. А на вырученные деньги покупали продукты. Семеро нас в семье. Трое ребят. Четверо девчонок. Все ребята обслушали в армии. Мы все друг друга протянули. Мы все вышли. К счастью, эти времена прошли, оставив за собой лишь тяжелые воспоминания. В Крым семья вернулась в 92-м году. На пустыре, названном Хошкильдэ, они стали осваивать землю и строить дом. Позже Инает женила своего сына. Это была одна из первых свадеб на родной земле. Одна из первых была свадьба здесь. Но все родственники собрались, готовили. У нас обычно все собираются. Здесь было девять временок вначале. Не было никого, не было. Девять временок. Пешком ходили со свободы сюда. Машина не могла проехать, потому что грязь, лякоть была. Прожив тяжелую жизнь, наполненную горькими испытаниями, Инает Серверовна желает лишь одно – доживать свой век в Крыму, рядом с родными и близкими. Детство этой женщины прошло под звуки разрывающихся снарядов в селе Джермайкачик Ленинского района. Тогда крымская земля содрогалась от немецких бомбардировок. Брат и отец девочки находились на фронте, воюя в рядах Красной армии. Мой отец был сельским учителем, заслуженный учитель. И они пошли в количестве 600 человек учителей. Как началась война, они все ушли на фронт добровольцами. И с тех пор продолжалась война. Четыре года мы жили под дигом фашистов. В памяти Несебебарсаетовой сохранились события, которые ей очень хотелось забыть и стереть. Она с ужасом в глазах вспоминает войну. Ее двоюродный брат был партизаном, но вскоре его поймали и расстреляли. А труп возили по селам, пугая местных жителей, чтобы они не шли против немцев. Немцы, как помню, они, знаете, какие жестокие были. И мы эти дети все видели, как наших стреляли, как наших убивали, как наших детей стреляли, вешали. Даже видели, как они вешали, выселиться поставили в наше село. И каждый из двоих думали, это партизан, это партизан. Двоюродный брат, его звали пиватом, а этого его друга рядом жили, русские. Мы в нашем селе и русские тоже жили. Его Сашей звали. И, знаете, они, увидев самолет, убежали в окоп. И в этот окоп бросили бомбу. Мы их хоронили кусками, только по одежде их различали. Это Саша, это пиват, по одежде их куски собирали. Не себе Барсаитова племянница той самой легендарной разведчицы Алиме Абденановой. Именно мама не себе в собственном доме укрывала от немцев всю подпольную группу Алиме, которая передавала советскому командованию информацию о переброске немецких войск. Позже разведчица была схвачена, зверски замучена и убита. Алиме Абденанова, знаете, моя тетя, она пришла в конце 43-го года, пришла в наш дом. Мы долго не знали, чем она занимается. Ну, она спрашивала все время, кто приходит. И у нас дома ночевала, длинные платья ей одевали. С нашего дома увезли. Всех-всех забрали. Джевата, джевдета, этого, седомета. Всех-всех забрали. В апреле 44-го Керчь освободили от немецких захватчиков. Не себе вспоминает те минуты невероятного счастья и радости. Тогда им не верилось, что враг отступает. Вроде говорили, война кончилась, наши солдаты приходят, нам говорят, мы победим, мы едем до Берлина, теперь живите. Это был 44-й год, апрель месяц. Не бойтесь теперь, мы будем побеждать и вернемся, с вами будем Катюше танцевать. Отец не себе вернулся с фронта домой 17 мая 44-го, без одной руки. А уже на следующее утро советская власть начала поголовную депортацию крымско-татарского народа. А на рассвете стучат двери. И такой гром, еще как стучали. Открывает мама дверь и говорит, всех разбудит и строй. Вставайте, вставайте, говорит, пришли солдаты, нас, говорит, арестовать. А мой папа говорит, как нас будет арестовать? Я только вчера приехал с фронта, 5 лет дома не был. А они говорят, есть указ, есть приказ, выселить всех крымских татар до единого с Крыма. Мой отец говорит, не может быть этого. Я же сначала на войну ушел, как ушел, так и вот сейчас пришел. Они не смотрели его документы, только по руке ударили, документы рассыпались. Семью Барсаитовых вместе со всем крымско-татарским народом загрузили в товарные поезда. Там они пережили жуткие испытания, голод, жажду, болезни. Многие не выдержали этого страшного пути. Умирали в дороге, ведь в основном среди депортированных были старики, женщины и дети. А десятки тысяч мужчин именно в этот момент воевали в рядах Красной Армии. Даже в нашем вагоне женщина рожала, вот так загородили, и этот мальчик умер. Завернули, отдали солдатам, у обочины дороги оставляли. Все голодные, а с голода и болезнь многие умирали в нашем поезде. Таким образом, до места умер в нашем вагоне пять человек. И одна женщина родила один ребенок, можно сказать. Когда поезд остановился на конечной станции в Средней Азии, местные жители выстроились в ряд с лопатами и вилами, собираясь встретить предателей. Но увидев в руках женщин и стариков Коран, изменили свои намерения. Там нас встречали боем, эти узбеки. Их информировали одноглазые людоеды. И они начали на нас бросать камнями. Тогда, знаете, как камчами они били. Это плетка. У них вот такая плетка. Сильно, сильно издевались. Местный народ, местное население сильно издевались. В течение нескольких месяцев. А потом, потом, это, знаете, это уже в 48-49-х годах только они к нам привыкли, уже относились по-человечески. Долгие десятилетия жизни на чужбине семья не себе мечтала вернуться в Крым. Было несколько попыток приехать на родину. На землю предков Бурсейтовы вернулись спустя 50 лет. Я вышла из парома и сразу обняла землю и стала сцеловать. А люди думали, что я в обморок упала и поднимают меня. Что с вами, что с вами хотели мне помогать тогда? Я говорю, я на родину пришла, ногой правой наступила. Я говорю, я должна здесь жить. Тогда же еще не жили мы здесь. Я говорю, я хочу здесь жить. И вот таким образом я ощутилась в городе Керчи. Десятилетия лишений вдали от родины не озлобили ни себе, не повлияли на ее отношения к людям. Двери дома Бурсейтовых всегда открыты для гостей, независимо от их веры и национальности. Вот уже 30 лет не себе Бурсейтова живет в родном Крыму, в собственном доме, гордится своим садом. Такой радость, глаза радуются, смотря на них. Они очень красивые. Каждый день она читает молитвы за тех, кто не смог вернуться на родину и погиб на чужбине. Восемнадцатого мая их вывозили в вагонах, в которых вывозили скот. И сорок две сутки они сидели в этих вагонах. Восьмилетний Бекир знает о депортации крымских татар из рассказов своих родителей. А сегодня у него и у его одноклассников есть возможность получить достоверную информацию о трагических событиях 75-летней давности, разглядывая эти картины. Вот сейчас, если вовремя и в нужной форме эту информацию преподнести им, то они, я думаю, пронесут это через века и года. И могут передать и своим детям, потому что такие факты нашей трагичной истории крымских татар, я думаю, дети должны знать. Это произведения самобытного художника Садыха Аджиселимова, выполненные на чужбине в годы депортации и в Крыму после возвращения на родину. Каждая работа – это рассказ о трагических событиях, свидетелем которых был сам художник. Здесь представлено более 30 работ самобытного художника Садыха Аджиселимова. Слава Богу, что он с сегодняшнего дня в добром здравии и предоставил нам эти работы. Работы, конечно же, если так присмотреться, они, может быть, не очень профессионально исполнены, но подкупает то, что в них Садых Аджиселимов глазами очевидца изобразил те события, которые произошли на его глазах. И, конечно же, они своего рода документальная хроника и представляющая также этнографическую ценность, потому что во многих этих работах и типажи крымских татар, и традиции, и национальная одежда, и утварь крымских татар, подробно описанная им в его работах. Садых Аджиселимов родился 25 февраля 1931 года в селе Ускут, ныне Приветное Алуштинского района. В 1944-м вместе с родными и близкими был насильственно выслан с полуострова. В ссылке от болезни и голода погибли его родители. До 1950 года будущий художник воспитывался в детском доме. И то, что он увидел в детстве спустя многие годы, легло в основу сюжетов его произведений. В 13 лет его депортировали, и Садых Аджиселимов все свое творчество посвятил именно этой трагической дате, и в своих работах документально воссоздал этот трагический день, и дальше историю вообще Ускутовцев. 16 мая в преддверии трагической даты в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия открылась персональная выставка художника Садыха Аджиселимова, посвященная 75-й годовщине дня памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Это все делается для того, чтобы мы знали свою историю, мы знали свою трагедию, но в то же время, чтобы мы двигались вперед. Напомним, в 1944-м из Крыма на Урал и в Среднюю Азию было депортировано около 200 тысяч крымских татар. Десятилетняя Николь родилась в Германии. Когда девочке исполнилось 5 лет, родители переехали в Евпаторию. Этот солнечный город для нее стал родным. К фестивалю немецкой культуры Николь готовилась 3 месяца. Изучала слова, репетировала. Мы исполняем песню «Музыкант». Песня о том, что пришли музыканты из страны швабов и на разных инструментах играют. Ирина Катюк родилась в семье поволжских немцев. Она потомок двух древних немецких династий Шефер и Гирш. В 1941 году ее предков депортировали из Саратова в Сибирь. Но несмотря на тяжелые времена, семье удалось сохранить семейные документы и фотографии. Здесь можно, что особенно мне нравится, можно увидеть свадебные фотографии до военного времени. Именно то, как одевались немцы поволжья. У них был очень такой тяжелый венок с восковыми цветами. Но женщины с трудом выдерживали. Это была просто декорация, потом они его снимали. Хотела бы очень показать. Это воспоминания моей бабушки, которая умерла в Германии в 2014 году. Ее воспоминания о том, как проходила депортация. Вот ее юношеские. Ей на тот момент было 20 лет буквально. Особенно потрясает, что даже собаки и коровы бежали следом за своими родными. И, конечно, какой праздник без национальной кухни. Светлана Шефер приготовила пирог «Ривель Кухон». Этот рецепт передается в семье из поколения в поколение. Особый рецепт вот в этой крошке – это домашнее топленое масло, мука, сахар. Все это доводится до вот такой крошечки, посыпается и ставится в духовку. А если пройти дальше, можно увидеть выставку работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Татьяна Репина поразила гостей своими работами из шерсти, выполненной в технике валяния. Сам принцип валяния я не придумала, а вот именно придумала как шаблон, как делать этих котов в мокрой технике. Потому что в основном игрушки делаются по-сухому, забиваются иголки, это очень трудоемко. Я упростила и детям нравится. Тот же принцип, принцип валяния валенок. Вот если взять вот цветок, он раскладывается в плоскости, делается мокрое валяние. Этот раскладывается тоже в плоскости, но потом он набивается синтепоном и получается объемным. Милые кошечки, игривые ежики и мышки. Все эти очаровательные зверята также выполнены в технике мокрого и сухого валяния. И, кстати, научиться этому мастерству могли все желающие. Мы делаем ежика из овечьей шерсти. Эта иголочка нужна валять игрушку. Мы берем шерсть, она вот такая мягкая абсолютно, а из нее уже получается вот такая твердая игрушка. Но это уже большое что-то, то есть мы ее должны свалять до очень твердого, видите, состояния. Вот мы валяем форму. Я показываю, как эти все части приваливаются друг к другу. Пришиваем потом специальный материал, ежиковый махер называется. Делаем глазки и у нас получается вот какой-то такой вот красивый еж. Все они получаются разные по характеру, в зависимости от того, как мы сваляли мордочку. Мастерица Эрна Готфрид приехала на фестиваль со своими изумительными работами. Только приглядевшись, можно понять, что все эти насыщенные и реалистичные картины вышиты нитками. При создании полотен мастер не использует кисти и краски, только шелк. Особое место в ее творчестве занимает вышивка икон. Эта работа – это старая мельница. И я, когда изучала святого Серафима Саровского, то я знала, что у него как раз и была вот такая вот мельница старая, на которой работало 12 девушек. На этой мельнице – это как бы его пустынь, где он находился. В позапрошлом году был у меня такой порыв очень сильный, чтобы вышить именно Серафима Саровского. И вот стоит его, вот эта икона, где он в лесу молится на камне. И молится он перед одной единственной иконой – умиление. Вот она висит, эта икона умиления. Он всегда молился только перед этой иконой. И когда я ее вышила, я не могла понять, почему меня так сильно потянуло к ней. И объявляют, что это год Серафима Саровского. Немецкое общество уже третий год проводит фестиваль немецкой культуры. По словам организаторов, цель праздника – помочь людям разных национальностей и культур сплотиться и обрести новых друзей. Мы все время поздравляем их с этим праздником. Потому что многие годы мы жили в одной культурной ипостаси. И у нас культуры очень схожие. Немцы в Крыму проживают дисперсно. Нас чуть больше 1800 человек. Мы разбросаны по городам и селам. И нет такого населенного пункта, где жили бы одни немцы. Поэтому вот такие фестивали – это возможность встречи, возможность общения. Это воспоминания о предыдущих каких-то совместных делах. Ну и кроме того, это разговор о том, как жить дальше, что делать дальше вместе, сообща. И, конечно, такие мероприятия, они способствуют и развитию немцев, культуры немцев Крыма. И способствуют сплочению. Национальные танцы и песни, колоритные костюмы и душевные поздравления – все это оставило в сердцах детей и взрослых яркие и незабываемые впечатления. Этот памятник в селе Маленькое, не считая еще нескольких ветхих домов, единственное сооружение, что сегодня связывает армян с этой местностью. Столетиями уже наши предки жили на этой благодатной земле, крымской земле, и они носили свою лепту. Они носили свою лепту действительно, что в развитии. Они строили это село практически с нуля. Они обживались тут, создавали семьи, родили детей, воспитывались в духе патриотизма, потому что те же дети, которых они родили в свое время, они потом оружие в руках защищали Крым. И многие-многие-многие погибли именно на этой же земле, защищая свой дом, родину. Современное Маленькое находится в лесостепной зоне Крыма. Расположено село примерно в 19 километрах к северу от Симферополя. Только некоторые нынешние его обитатели знают, что их деревня до 1948 года называлась Кичкине, что по-армянски маленькая. Селение Кичкине было основано в 30-х годах прошлого века армянами, беженцами из Западной Армении, современной Турции. С началом коллективизации жители деревни объединились в колхоз имени Микояна. Буквально за четыре года они превратили заросшие терным и шиповником места в плодоносные сады и огороды, построили добротное жилье. На сообща заработанные в колхозе деньги здесь построили и семилетнюю армянскую школу, в которой учились дети из окрестных деревень. С началом войны в жизни деревни начались большие перемены. Тогда, в июне 1944 года, почти всех жителей села, невзирая на то, что мужская часть населения воевала в это время на фронте, по обвинению в государственной измене вместе с другими народами Крыма, депортировали на Урал и в Среднюю Азию. Но о героизме и доблести обитателей Кичкине сегодня говорит этот памятник. Сам, конечно, памятник построен был еще при советском времени, когда застраивалось маленькое, оно еще называлось Кичкине. С того времени начала застраиваться маленькая эта школа, потом дом культуры, ну и памятник. Все это сразу, значит, постепенно строится. После депортации крымских армян в том же 1944 году здесь появились новые жители, в основном из различных областей Украины. А в 1948-м Кичкине переименовали в маленькое. После принятия закона о репатриации многие бывшие жители Кичкине изъявили желание вернуться на родину, в Крым, в свое родное село. Но для крымских армян, возвращающихся из мест депортации, построили другой поселок – в одном километре севернее шоссе Симферополь-Феодосия. Айкован пока единственный в Крыму населенный пункт для компактного проживания армян. А в селе Маленькое, как и во всем Крыму, сегодня проживают люди разных национальностей, в том числе и армяне. Армяне проживают здесь, но я не могу сказать, что их много проживает. Вот тех людей, которых я знаю, ну, может, человек 30, может, вот где-то проживает. Это как бы не только в Маленьком, они вот тут у нас в округе. У нас, получается, села, они же, видите, безразрывные. Вот Софиевка, одна Софиевка, другая, вот маленькая. Тут живут армяне, в Софиевке живут армяне. В общем, где-то приблизительно вот человек 30, наверное, проживает. Современная армянская диаспора Крыма не забывает свою историю и в памятные дни представители общины посещают поселок. Мы народ-созидатель, мы народ, который умеет творить, который умеет создавать. И сегодня нам эта память очень дорога в том плане, мы как культурная автономия, да, республики Крым армянская, любим на 9 мая ходить сюда, потому что тут и местное население. Спасибо надо будет говорить некоторым организаторам, который вот, в принципе, это память дорога всем. И мы приезжаем, принимаем участие. Хотим, чтобы наши дети воспитывались в этом духе, что мы на Крымской земле уже живем тысячелетиями. И наши предки тут творили только добро, создали, творили мир, жили с разными народами и с разными национальностями мира и согласия. И это показатель вот тому, когда сюда приезжают не только армяне, и все сельчане, в принципе, собираются, отдают дань тому, что наши предки в свое время и умели построить село, и умели защитить это село от врага. Село – маленькое, не единственный пример многовекового пребывания армян в Крыму. Армяне являются одним из древних народов полуострова и имеют здесь огромное культурное наследие. Это только на первый взгляд. Маленький и ничем не примечательный домик в деревне. Однако в его стенах хранится история целого народа. Чтобы узнать больше о чехах Крыма, мы приехали в Чешский дом-музей в село Братское Первомайского района. Здравствуйте. Здравствуйте. Как это вы нас так быстро нашли? Музей открыли в 2013 году. Это дань уважения и культуре наших предков, которую мы чтим и соблюдаем, и поддерживаем, чтобы передать ее нашим потомкам, чтобы они знали корни своих детов, прадедов, своих предков. Здесь собраны и орудия труда чехов, утюг, прялка, маслобойка и старинная мебель, выполненная без единого гвоздя и гобелены с традиционной вышивкой. Есть и очень необычные экспонаты. Очень интересный экспонат, ну, получается, сейчас самый дорогой в нашем музее – это свадебное платье Шимик Эмилии Францевны. Оно было пошито, тогда, конечно, все шили своими руками, из парашюта после войны. Она выходила замуж в 1946 году. Естественно, ничего после войны не было ткани. И платье свадебное ей пошили из парашюта. Вот ему сколько лет. На сегодняшний день есть посетители у музея? Или это вы сделали для себя, чтобы вы знали и помнили ваши дети? Особо нет, конечно. Но мы из школы можем привозить школьников, показывать. Вот школа у нас в центральной усадьбе. Но музей для всех и каждых детей, да? Да, конечно, всегда. Да, в любое время мы можем принимать посетителей, рассказывать им о нашей культуре, которую мы стараемся поддерживать, передаем своим младшим, своим детям даже и внукам теперь. Сегодня в Братском проживают около 60 чехов. Есть в селе и чешский фольклорный ансамбль «Девчата из Камрата». Этому творческому коллективу почти 20 лет. Репертуар у нас в основном чешский, чешские народные песни. Обычно нам мероприятия, которые проводятся здесь в нашем селе, в клубе. Иногда выходим на сцену, радуем наших жителей. Село Братское – это не единственное место компактного проживания чехов в Крыму. Небольшая община есть и в селе Александровка, и в селе Лобаново. Значительная же часть чехов проживает в Симферополе. А история переселения их на полуостров началась в 1860 году. Этому переезду вынудило то, что в Чехии в это время было очень голодно, безработица, тяжелые бытовые условия. И как раз в это время был издан указ Александра II, где приглашались жители европейских стран на переселение в Крым. В селах им выдавали землю, где-то от 8 до 15 десятин земли. Потом у них была финансовая государственная поддержка. На каждого члена семьи выдавали по 100 рублей. Или же на семью выдавали, в общем, 160 рублей. То есть, этих денег хватало на то, чтобы построить или новый дом, или восстановить старые дома, которые были брошены в селах. Таким образом, в Крыму обосновались чехи. Сегодня в Крыму проживают около полутора тысяч человек чешской национальности. Во всех компактных поселениях чехов действует воскресная школа, где прививают любовь к своим традициям, языку и культуре. В Крыму широко отмечаются национальные праздники, а способствует этому культурно-просветительское общество чехов «Влтава», действующее с 1993 года. Активистами было принято решение о создании такой организации, которая бы объединяла на своей площадке чехов для того, чтобы объединить их и с помощью активных, неравнодушных людей привлечь свое внимание и тем самым сохранить культуру, уникальную культуру чехов, приумножить ее и передать по наследству дальнейшим поколениям, чтобы наши дети знали, помнили дела своих предков. Скажите, пожалуйста, вам удается консолидировать чехов в Крыму? Конечно, чехи очень активный народ. Еще чехи очень приветливы и дружелюбны, а главная их отличие от других народов – космополитизм. Музыка – это язык, который понимают все люди земного шара. У каждого народа есть свои музыкальные инструменты, национальные танцы, народные песни, своя музыкальная культура. Понтийская лира, немецкая физгармония, украинская бандура и армянский дудук – эти и многие другие музыкальные инструменты народов Крыма находятся в коллекции Крымского этнографического музея. С 1994 года начала складываться музыкальная коллекция. На сегодняшний день более 50 предметов рассказывают о традиционной культуре и музыкальном бытии крымчан. Это как межнациональные инструменты, распространенные у разных этносов, такие как тар, кемянча, зурна, так и самобытные, принадлежащие лишь одному народу. Например, дудук – один из самых древних музыкальных инструментов армян. Сегодня он занесен в список предметов нематериального искусства, охраняемых ЮНЕСКО. Такой музыкальный инструмент изготавливается из абрикосового дерева, в переводе с армянского дословно означает «душа армянского дерева». Действительно, дудук как нельзя лучше раскрывает душу армянского музыканта и армянского мастера, потому что мужчины, в общем-то, изготавливают и сами же играют на таком музыкальном инструменте. Почему так сложилось? Женщинам тяжело бы было тянуть низкие бурдонные звуки, которые тянет дудукист. Среди европейских музыкальных инструментов в коллекции музея представлена итальянская восьмиструнная неаполитанская мандолина, выполненная из ценной породы дерева. Этот инструмент был подарен заведующей этнографическим музеем Григорьевой Любовью Ивановной. Те народы, которые проживают близко друг к другу, могут перенимать традиции. И семиструнная гитара, которая в данном случае относится к середине XX века, она московская. В среде музыкальной, в итальянском доме могла звучать. То есть она пришла на смену мандолине. Когда, в общем-то, появилась гитара семиструнная, она вытесняет не только мандолину, она вытесняет в том числе и русскую балалайку. Балалайка, или как ее еще называли, балабайка, считается символом русской народной культуры. Название инструмента типично народное, передающее характер игры на нем и суть самого инструмента – легкого, забавного, бренчливого и не очень серьезного. Наряду с балалайкой важным элементом русской культуры является гармонь. Ни один праздник не обходится без игры на этих инструментах. На территории Крымского полуострова, если мы будем с вами даже просматривать фотографии, ездить во время экспедиции и смотреть, что же осталось в домах крымских жителей, гармонь в большинстве своей мы даже не встретим не всегда в русском доме. А мы встретим в чешском доме, мы встретим в эстонском доме, мы встретим в немецком доме. То есть действительно такой музыкальный инструмент, он, правда, был одним из самых любимых. В нашей экспозиции представлен нам севастопольский баян, также кустарного производства. Здесь непосредственно есть символы города Севастополя, памятник, якорь. И это работа мастера, к сожалению, мы не знаем, это его имя, но, скорее всего, имя Ян. Поляк по происхождению в Севастополе он служил военизированной пожарной охране. И в том числе одно из занятий его было – это изготовление и ремонт баянов. А вот в немецких домах в XVIII веке можно было услышать игру на физгармонии и старинном инструменте цитре. В России она появилась во второй половине XIX века. Но интерес к австронемецкому инструменту сошел на нет после Первой мировой войны. Концерты закончились, и цитра стала военным трофеем. Такой музыкальный инструмент мы можем с вами вести его родство с арфой, с лютней. То есть вот такие музыкальные инструменты, которые считаются родственными цитре. Но, тем не менее, похожий музыкальный инструмент мы встречаем и в эстонских домах также. Хотя эстонцы утверждают, что цитра как музыкальный инструмент можно считать национальным и эстонским в том числе. Мы не будем спорить, потому что действительно в музыкальных ансамблях цитра используется и в немецких, и в эстонских. Хотя для эстонцев, например, характерно, конечно же, большее использование духовых музыкальных инструментов. Это различные волторные, трубы, огромные, большие, медные. А этот музыкальный инструмент относится к еврейской культуре. Шафар – духовой инструмент XX века, изготовленный из бараньего рога, символизирует сокрушенное сердце. Это ритуальный музыкальный инструмент, который является одним из древнейших музыкальных инструментов. Относится он к типу ашкенадских музыкальных инструментов. Сефардские бараньи рога, они более витые, и звук получается достаточно громкий и резкий. Здесь же, на таком музыкальном инструменте, как шафар, выполнен из бараньего рога. То есть ни в коем случае по предписанию Торы не изготавливает мастер такой музыкальный инструмент из рогов быка, либо коровы. То есть это может быть любое другое парнокопытное, но только не корова. Это запрещено. Такой музыкальный инструмент можно будет услышать на богослужении на еврейский Новый год, Рош Хашана, либо на Йом-Кипур. Это судный день, либо день искупления. Неотъемлемой частью культуры любого этноса является фольклор. А изучая традиционные национальные музыкальные инструменты, мы не только знакомимся с народным творчеством, но и лучше узнаем особенности быта и жизни многонационального крымского полуострова. Субтитры создавал DimaTorzok